война всех против всех то что у нас сейчас вот на этот путь вот то что вы сказали гопс как вот вы считаете я только я думаю что у вас во-первых универсален тоже первоначально накопление нас учит вот с началом преобразования ельцинских на все время горю что первоначально накопление это всегда ограбление и так далее на самом деле есть много разных вариантов первоначального накопления она не всегда связан с кровью насилием и так далее кто-то работает 12 часов в сутки а тут 4 часа кто-то более работоспособен в таланте тут есть разные способы но это немножко другая проблема к тому же но в общем да можно были я думаю что в каком-то смысле война всех против всех с тотальное недоверие все друг друга не доверяются метро все друг друга подозревают я это сравниваю с тем что вот по литературе мы знаем что во время войны вроде бы все были сплочены сжаты в один кулак и все думали как вот сегодня такой вот куда эта энергия ушла вот сегодня она ушла во взаимной агрессии нету правил нету выжимаем июнь поверьте и достоверение ветерана отечественной а сейчас вот видите творим право национальные деньги противоречит другу я думаю что мы задолжили хорошо я я на я мог быть один два вопроса небольших еще затрону и на этом если это закончу вот чтобы как-то оживить то о чем шла речь то есть к своей точки зрения идеи в приемственность выход в приемстве в приемстве с исторической россии это и есть новое это идентичность надо еще можно сказать чем идея скажу чуть позже а сейчас еще скажу о том вот все о чем я говорю уже думал что я выходил можете пропустим насчет людей ты больше не выходя подсказывать не буду так вот значит что еще хочу сказать что вот эти идеи и вот эти проблемы эти сюжеты они в той или иной форме присутствует в искусстве в литературе я просто вам приведу кино сюжетах которых анализируется эта ситуация чтобы уясни и понятнее вот если вы помните фильм жукшина калина красная это фильм почему называется калина красная что фильм про егора про путина про уголовника или там что-то другое я думаю что другое я думаю что вообще калина красная вот марина цветаева из стихотворения россии для россии в образе красной рябины а здесь речь идет не просто об уголовнике который решил справиться здесь речь идет россии это судьба россии егор олицетворяет больше чем отдельный человек этот егор он проходит через разные испытания есть момент в этом фильме очень сильный когда егор приезжает к матери а мать его не узнает он не может вернуться назад разрыв произошел и он плачет сидит на угре там ест эту землю с травой и говорит любе которую играет когда север это же мать моя мать меня не узнал этот же характерно что бракудин он его имя егор что значит землепашец кличку получает горе самое такое вечное на руси занятие землепашества но оборачивается бедой оборачивается горе потому что он пошел воры а кто пытается исправиться и за за все это надо платить и конечно вообще санта шукшин во первых кино сценарий заканчивался тем что прокудин убивает губошлет там стреляет вот и когда он принес этот текст журнал дружба народа то ему редактор сказал ты знаешь дорогой у нас так не поможет не может трагически нужно какая-то мистическая развязка и тогда он придумал дописал к разорту когда когда не под этот федор он садится в грузовик избивает вот никогда этот федор поднимается федор такой ленивый флегматичный парень ему ученик сказать но и что ну и что слушай там вот такое произошло садится в мощный самосвал и сбрасывает когда он поднимается вот на спине на майке написано россия то есть вот вот здесь это глубокий фильм это фильм не просто об уголовнике который решил там с любые призвиться да по переписке он с ним встречался чем быть продолжить но можно и я еще один фильм на замор быть вы видели фильм зимние вишни только первый фильм несколько их серий а вот очень на мой взгляд очень такой характерный сценарий кстати название похоже калина красная зимние вишни вот зимние вишни это фильм володского и там есть такие сюжет следующий сюжет очень простой значит собирается вся компания которая будет потом фильме играть они собираются вместе на вечеринку и просят главную героиню это играет симпатичная актриса вот или много давай произнеси тост она поднимается и говорит давайте выпьем за родину ведь семья как родина она не может не быть странные слова вроде бы все не об этом вот и дальше эту героиню показывают это молодая симпатичная женщина современная у нее три жениха вот этой самой девушки три жениха один жених который играет латышский актер калмич такой высоченный парень такой весь из себя он только что из швейцарии женевы и он не видит суши давай это вот в швейцарии там виски кола все это он слушает сначала так пасе ну а чё пожалуй чушь можно вот действительно чёрт не поехать потом есть второй жене которого играет леньков такой актер маленького роста и вот когда он к ней приходит но там несколько раз приходится не портфельчиком вот к ней жить у ничего нет и она у нее спрашивает а это что все что у тебя есть ну грубо говоря да и он и начинает об русские дети у нас будет русская там вот и что-то как-то вот тоже них не клеится и вот когда уже и уговорил вот этот вот самый калмич лететь швейцарию они едут на машине все так здорово но тут их догоняет третий жених останавливает забирает и везет ее назад но 3 это даже строго и каждый жених а любовь и свои семьи и своя жена вот и если первую и он никуда не пускает если первого первого можно понимать как западный путь для нашей страны другого можно понимать как российский путь на нашей страны для нашей страны а на самом деле вот этот вот чудовищный бюрократ который бесконечный он и все время обещает золотые горы я вообще со своей этой началке есть не завязывай все я с тобой и как только значит готова тепленькая вот он значит попав стоит с кровать ой нет четко и опять уходит к себе вот так 20 раз он я обещает обман вообще этой бюрократии которая не дает нам житья которая нам обещала ту коммунизм но там двадцатого года то еще какого-то то есть проблема вместе с тем давайте подытоживать скажу в чем рациональная идея вот как восстановить российскую идентичность что это значит для этого нужно выяснить что такое русская идея нужно понять как она меняется вот это пересказать не не за 20 не за 40 за час 40 невозможно поэтому просто скажу результат и скажу как получено не выдумано я проанализировал всю российскую историю с 8 до 20 я проанализировал 1100 поговорка сборника далее методом контент-анализа выявил глубинный смысл я проанализировал русскую поэзию 19 века все стихотворили вообще спорить с Евгением Сергеевичем интересно как он получил вот я проанализировал русскую поэзию все стихотворения в названии которых есть слово Русь в родина отечества и методом анализа семантического поля получил семантическую картину слова Русь ну и наконец я проанализировал высказание русских мыслителей о русской идее вот как это это может читать книжку а результат следующий русская идея это православие собирание земель и общинный коллективизм эти три фундаментальных начала если вы найдете какую-то страну какой-то народу которую действует православие который на протяжении многих столетий занимался собиранием земель и в котором существует утверждается общинный коллективизм это будут наши просто ближайшие братья или просто мы и мы можем спокойно объединяться вот объединяться с Южной Осетии не знаю а вот с таким народом легко и не принужден но такого второго народа нет вот эта русская идея существовала действовала до конца 19 века и в конце 19 века она попала в полосу кризиса собирание земель себя исчерпало из-за чего и произошло то что происходило в семнадцатом году собирание земель себя исчерпало было невозможно православие оказалось в кризисе общинный коллективизм столыпин перераспредел на хуторское хозяйство и если мы сегодня хотим продолжить ту россию вписать ее в современность нужно не просто копировать копируют мне это нелепо это не годится а какая система ценности тогда действует сегодня сегодня ключевые ценности историзм обустройство духовность демократии почему историзм необходим для того чтобы осознать тот разрыв который произошел и для того чтобы понять что мы род родились не под зал паврона а наша страна существует с восьмого века наша история наша вообще наша страна старейшая славянская государство смогу ну с 8 9 до возьмите славил ключевского своему начало смысл сказать это снова это пошло значит наши 12 веков и для того вот если все это понимать осознавать тогда весь советский союз превращается трагент до саны эпизода советский союз это новый татар монгольский и не более того и погибать то есть это катастрофа но вот такого уровня страшная беда нет но это не наша это отдельная тема почему это не иначе все можно показать нельзя все сразу значит это и столица то есть преемство с нашей истории осознание себя наследником тех правил ценности которые формировались на протяжении тысячи лет обустройство почему потому что он сказал собирание земель себя исчерпала и концу 19 века вот я читал лекции я раз что присутствует хотя бы один из моих студентов я как раз читал закончил на том что рассказал о том как происходило расширение собирания земель с 14 до 19 века россия непрерывно расширялась у меня в книжке разгаданная россия карта который знал каждый русский школьник гимназии обязательно это изучали и к и на карте показано какой царь какой князь какой император присоединил какие земли сегодня на сплошные потери а на протяжении 500 лет россии непрерывно расширялась в расширении земель себя исчерпал и от количественного роста надо перейти к качественному к обустройству от философии экспансии к философии обустройство философии качественного роста то есть это есть продолжение российской системы целости но ее дальнейшее развитие значит историзм обустройство дальше а как быть православием вопрос веры это вопрос личный каждый человек его решает сам я не в центре не в церкви не на проповеди но что я здесь могу и должен сказать а в чем суть православия вот так сказать культурологический срез а что православие это обычай там креститься поститься а что это смысле культурологическое для православия самое главное это приоритет духовных и нравственных ценностей поэтому независимо от того ходит сегодня человек в церковь или не ходит придерживается он ислама или православия но если он хочет жить у себя дома если мы хотим чтобы россия была нашим домом манчетто новоделом то мы должны исходить из того что главное для нас духовность и нравственность вот эти ценности важны ну и чтобы очень коротко да как-то проиллюстрировать и пояснить возьмите вы пушкинскую пиковую даму вот там как раз герман он очень хочет денег очень хочет разбогатеть скажешь он приехал в русском немец он немец и понятно вот а вот стремление разбогатеть заканчивается тем что княжна умирает ее служанка в шоке герман проигрывает и заканчивать жизнь психушке заканчивать жизнь психиатрической клиники потому что в россии другие правила потому что в россии надо жить по-российски по-русски и здесь главное не меньше маскет и ни в коем случае и когда людям плачет платят нищинскую зарплату это абсолютно не по-русски не по-российски может нормальная зарплата но по моему только в нашем языке и слова достаток которого нет других языках не излишество достаток вот нам не нужны и олигархи нужно чек достойный жил достойно работал достойно заработал значит историзм обустройство духовность и переход к обустройству всегда делает востребованной демократию демократические правила другое дело что демократия не должна быть высшей ценностью потому что демократия как всеразрешенность как все дозволенность она противоречит морали когда-то начинается про сексуальное меньшинство брату про все это морально хотя это демократично но в россии демократия нужна как подчиненная морали как вторичная после морали высшей нормы это морально поэтому если мы хотим жить своей стране если мы хотим осуществить преемство с тысячелетней россии то мы должны русскую систему ценностей русскую идею модернизирует и сегодня она превращается в историзм обустройство духовность и демократию и не надо говорить что никто у нас не решил что власти там будут опять изобретать все это в науке все это уже давно сделано но оказалось невостребованным оказалось не услышали вот это пожалуй все что я хотел сказать хотя нет все жена смогу у вас там отначится власти почему власть не слышит ученых почему власть не слышит я думаю что это можно превратить в тему дискуссии сделать предметом обсуждения могу сказать свое мнение а это не нужно потому что она отстаивает к сожалению не интересы россия свои собственные интересы потому что как только мы вводим правила возникает ответственность да у коммунистов был были четкие программы программа кпсс программ построения не согласен на чем они попались на том что у них каждый квартал газете правда был отчет выполнен план или не выполнен пятилетка выполнен или не и когда восьмидесятом году вместо трех триллионов киловатт часов электроэнергии выпускали половину когда вместо 250 миллионов тонн обещанных выпускали там сто с небольшим выплавляли сто с небольшим когда вместо чуть ли не отмена денег и бесплатного транспорта еще этого не было значит почему тогда говорили эти сделали вот зачем что-то обещать вообще никаких правил вообще никаких норм а вот все что хочу то и врачу так проще но кому-то проще а стране тяжелее поэтому я я ни в коем случае не сказать что я единственный прав и вообще все нет конечно но я предлагаю решение но скажите в чем я не прав предложите другой вариант давайте дискутировать но давайте искать ответ они они надо жить в ситуации когда никаких правил нет это ненормально это подрывает авторитет страны понимаете вот парни назад это мне назад был на дискуссии с поляками поляки говорят выступает поляк польский профессор которых я горит большой с большой симпатией уважением всегда относился к россии отношусь я всегда в польше доказал что россия пострадала от сталина россия русские не народ что не был сталин он в польше был а теперь у вас идет программа имя россии в ней главный сталин а теперь у вас в учебнике а как же мне в польше объяснять что 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 россия это не стали вы что теперь сталинисты понимаете то есть вот так вот все намешали им так проще авторитет страны падает плестишь страны брат падает можете представить чтобы германии сегодня гитлера поднимали на щит когда там они выставили в берлине в музее войсковых фигур месяца три назад голову гитлера первый же немец который пришел в 9 утра он от голову сорвал и растоптал больше этого не делаю у нас это насаждается так что власть не принимает дискуссии нуждается поскольку естественно не нуждается такой дискуссии что а что а что как а как то кстати тогда вот наша дискуссия она здесь может быть красивой мы можем друг друга долго убеждать а каким образом выйти на общество чтобы общество услышала так сказать эту дискуссию и подход какой-то и логичный и допустим утверждающий какой-то ну дающий выход по крайней мере общество из такого тупика ну что самое простое могу сказать что я жду от вас ответа на этот вопрос я такой же как вы гражданин как вы я предлагаю эту дискуссию что получится как или способом выйти как как это сделать ну вот наверное сегодня что-то обсудили это конечно нас тут ведь мать мы что мы можем делать что можешь и будь что будут вот что принцип я думаю что это надо обсуждать я думаю что надо показывать что предлагается решение на вопрос допустим ну как хорошо как как у себя с прессой вот мы обсудили а какие-то идеи точки зрения улучшения жизни жизни страны основ первоосновы и принципов их нужно же каким-то образом довести до общества пресса но не только интернет интернет это все-таки новинка которая вряд ли серьезно что-то поколебать ну наверное на этот вопрос прессе мой ваш вопрос я думаю что этот вопрос когда отвечает сам как он считает ну это я лично на протяжении очень большого времени относился очень лояльно я был на массе на массе десяток был телепрограмм передачи когда ходит передача ночи начинает обсуждать а в чем наша эмоциональная идея и мне не дает слова но у меня докторская диссертация 10 книга в америке считается лучшей книгой по русской деятельности переведена к русским университетом а мне слова не дают но надо амбиций я говорил сюда что ты лезешь подожди помолчай но когда мы перекрыли весь кислород я создал факультет россии видне а мне через полгода приходит ректор вы знаете как бы у нас и так вся россия читает чего вы будете вот учебник написал три года преподавали в калининграде я знаю как преподавали это зафиксировано и управление образованием все это падет и родители школьники она четвертый год нам больше не надо это преподавать на радио 2 года вел передачи а потом не горят договора стопы дома единая россия что такое наговорили не надо ну что тогда как как я решаю я вступил в солидарность как я вот так решаю а как а что остается и не знаю по форму ищет этот отряд впрочем с точки информации вот только что вышла недавно книжка молоткова он сам петербуржец но ряд лет назад уединился в глубинку поставили российской традиции на природе там занимается пчелами там так сказать охотиться на кабанов член и он попал даже свободное время он значит это спасение от кризиса это русский христианский социалист причетом опыта там и шведского социализма тем более штулов пальм как бы россияне кстати потому что русский конец а что у него русский корни до улова пальмы главного идеолога шведского социализма мать из российских немцев и когда началась первая война она уехала светлю как это и вышла за замок на шведского офицера и вот появился потом улова пальца хорошо все словом везде я могу и вот этот вот автор не отвлекаться значит спасение от кризиса это такой вот русский обвиняющие все народы нас как россии естественно за советом духовность вот вы тоже говорили смешанная экономика справедливость так сказать вот и естественно стимулирование предпринимательства вместе мы роль государства независимость от других стран не то чтобы быть сырьевым предатком вот так хорошо значит теперь меняя свое качество я уже не докладчик а я уже оказываюсь ведущим я предлагаю вот что эти связь какие-то вопросы я постараюсь на них ответить а дальше пожалуйста дискуссия какие мнения какие согласия не согласия в нашу евгений сергеевич он как раз занимается проблемой национальной идеи я не один и есть несколько у нас авторов которые об этом пишут может он захочет со мной поспорить и мог и карты в руки давайте начнем если есть вопросы да конечно можно приобрести в интернете она называется разгадная россия если вы надеюсь что в любой существовой системе чпс разгадная россия володя сказал что он последний да да нет это голосе я больше нигде не продает она активно продавалась москве и стали продавать глобусе обязательно проведу презентацию раньше всегда предлагали я предложил я знаю что в интернете это самое простое заказать только представьте пожалуйста вот вы наверно слышали что несколько раз там но в различных передачах звучала такая фраза что моисей водил известный народ по пустыне и через 40 лет когда умерли все кто знал рабство там началась новая жизнь эта идея как бы проецировалась значит на нашу страну вот это первый вопрос как вы понимаете эту идею которая была озвучена сегодня в новостях выступает товарищ плигин из единой россии и говорит мы сегодня депутаты обсудили там и для нашего населения и замолкай потом для граждан российской федерации но оговорка по фрейду то есть у человек понимает что он депутат не от граждан а депутат населения у вас тоже оговорка он депутат от граждан вроде как ну да от населения но не важно так вот теперь возвращаясь к национальной идее значит вот может быть то что не нужна национальная идея и ей не дают развитием этой национальной идеи обсуждение национальной идеи не дают заниматься не вам не там другим людям это связано вот с отношением гражданам российской федерации как населению потому что граждане имеют право скажем на богатство своей страны какие-то значит там недра и прочее а население она только обязана платить налоги мы что имеем граждане и все а вот я и хочу узнать вопрос понятие я попробую ответить коротко право и видимо ситуации когда вопросы интереснее чем ответы но если говорить коротко вот вы говорите моисей водил 40 лет свой народ по пустыне вот можно водить и 140 лет ничего не добиться а можно сделать это гораздо быстрее когда это время покажет что время вот у нас сталин вы знаете что в 1000 сейчас вам скажу 1999 году опросы которые проводил фонд общественное мнение левада центр вот они показывают что 18 процентов населения считает сталин своим лидером с 2002 года респондент 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 репрезентативный выбор на встрече идет о мнении россиян для 18 процентов россиян сталин это лидер а с 2001-2002 года 52 процента опрошено говорит что сталин их лидер так вот если ничего не делать а еще на вас обрушивается телевидение учебники школьные и так далее так далее то мы вообще можем двигаться совсем не в ту сторону которую бы надо поэтому сама по себе в этот формул 40 лет и мы все поменяемся еще неизвестно в какую сторону поменяемся это первое а второе что я хочу сказать что то что я предлагаю фактически в той или иной форме сделано во всех бывших так называемых странах социализма потому что что сделали в латвии что сделали чехии что сделали в хорватии в сербии они сделали следующее они то есть как они восстановили свою идентичность насколько я помню в латвии как в ряд других стран они вот как только рухнул коммунизм они тут же восстановили ту конституцию которая была до 1940 года и в тот же день заявили что действие конституции приостанавливаются за основу они взяли то что было ее стали модернизировать вписывать современность и через пару месяцев они ее доработали реформируют теперь это конституция латвии не советской латвии а той латвии которая была первое второе они провели реституцию то есть вернули собственность историческим хозяевам то есть нельзя вот подойти и забрать и сказать именем революции к стенке поставить десятки миллионов человек это дикость это это ни в какие ворота да и ради справедливости нужно вернуть потому что иначе мы никогда не поверим ни во что мало что у вас сегодня там чего то есть да а завтра я скажу ну вы должны сдать это фонд как я недавно был на крайнем севере у ребенков они мне показывали бумаги вот они они сохранили себя даже несмотря на советские времена да не покажут мне бумаги несколько у меня тысячи оленей реквизировали ваши вот в бумагах фонда савиахима мы все вернем там есть тысяч оленей сдай и все а как кто ему отдаст когда никто ничего не отдаст поэтому сегодня вообще невозможно провести перепись сколько там оленей душа никогда он не скажет научно хватит ребята вы сначала докажите что вы люди а потом мы будем с вами общаться так вот сделайте реституцию верните у нас это возможно на уровне но хотя бы им верните вот так сделала восточная европа и и поэтому они работают еще что они поставили свою законность вернули собственности столичных хозяев хотя это все было очень болезненно очень сложно но никто не все говорят о том что не эффективно не эффективно а очень много ошибок никто в этих странах не говорит что их приватизация незаконна а у нас все считают что наша приватизация абсолютно незаконна вот в этом разница у них с болячками с проблемами но сделали еще одна вещь они провели иллюстрацию то есть они сказали что коммунисты не будем у вас там сажать с богом но из власти уйдите из образования потому что когда я читал лекции в своем университете а мне статья исполнительная власть хочет браться депутатом пожалуйста там пора себя пригласил выводите из власти вот они через образование потому что когда я читаю еще три года уже не дают мне читать других местах когда я читал в университете народов мне говорят студент а у нас только что читал но могу назвать фамилию профессор малинин который нам доказывал что коммунизм это самое лучшее что может быть а студент не может понимаете нельзя стрелять от студентов чтобы он все понимал он не будет просто в голове абсолютно винегрет он не понимает и вот нужно было брать из образования из власти вернуть хотя бы части собственность и восстановить законы то есть вот этим путем они пошли но чем дальше мы уходим тем труднее это сделать что надо было делать девяносто пенки на стороне я могу назвать какие вещи можно реституировать во первых реституции это законы права там полно вещей которые столетиями действуют элементарно и все это действует то что делала дума то что восстановить это технически дело не про речь не просто о думе хотя не случайно игорь говорил о реституции собственности а еще раз закона 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 а в чем проблема за закона нельзя войти в одну и ту же реку дважды в этом проблеме ничего подобного с листом шабай как бы диск складчик обезбербанка на средстве которого строилась практически вся советская промышленность а как бы с теми кто давал кредит в себя первая мировая война выиграна что же надо объяснять она практически россия выиграла эту войну потому что она залила в антанту которая выиграла ленин умудрился за полгода за окончательной победы вырвать из нарушить все договора договоры предать антанту и проиграть и все равно там то выиграл то есть если бы мы не выходили из антанта мы были обречены на победу так вот первая мировая война выиграна в значительной степени за счет народа там были огромные как и называется не можем заметить займа займа дали за огромные займа до который царское правительство брала и граждане россии давали эти деньги потому что они верили своей власти первую мировую войну немецких отрядах не было ни одного русского человека до второй мировой войны 2 миллиона русских людей с гитлером что вместе понимаете вот а там они верили давали деньги никому ничего а советского русского до свидания вот к ним и обращались а мы как в другой стране произошел разрыв здесь много таких проблем но тем не менее в принципе реституции возможно и она произошла потому что цель к восстановление церкви между прочим не что иное как реституции причем только в церковь ни одно маски шоу не прошло потому что завода отбирают там это твою нет это мое все а в церковь никто не пришел не сказал даже мой склад любимый горючий смазочных материалов выставать потому что ясно что это броу значила вопрос это есть еще многие поляки чехии там и другие там болгары жалуются что всю крупную собственность у нас купили американцы немцы там и другие я вот участвовал автомобильный гигант что это нечего поляков 90 процентов парков принадлежит не стоит на первое место по прогрузку автомобилей вопрос вопрос и растет и институции она все-таки болезненно очень тут таскать и падение я на это могу сказать просто можно могу строчка из высоцкого разорили дом дрались вешали да потом ходить в один день на светлое будущее наступило за все надо платить им тоже надо платить так у них это было 40 лет это во первых во вторых реституция это не есть насильственная то есть простите рынок на котором была скуплена также шкода нет словаки переживают если говорить о реституции то что мы в той же чехии батя сын платье у которого отобрали обувные заводы вернулся и ему их отдали потому что он под прямой потомок того кто владел этим зовут шварценберг и получили всю свою недвижимость между прочим половина дворцов праги это 26 в том числе наше посольство и наши так прескать все 26 но как бы тут же вот тот шварценберг который был канцлером а сейчас он министр тоже как бы от имени семьи сказал что мы отказываемся от всего мы там берем себе два особняка нам хватит а все остальное нации понимаете вот таким образом то есть в этом смысле скажем совершенно я поддерживаю почему если мы хотим чтобы пошли действительно серьезные инвестиции в россию настоящие не спекулятивные долгосрочные и настоящие для этого должны двинуться запада старые русские деньги вас уверяю что достаточно людей которые преуспели на западе и не совсем не все из них те кто сумели вывести свои капиталы 50 миллиардов варяда ноги нет ноги были ноги просто состоялись так и вот когда представители поймут что им могут вернуть не важно что они могут от этого отказаться и многие откажутся но это будет знать что до собственность в нашей стране уважают и тогда в нее можно вкладывать и когда пойдут русские крупные деньги за ней пойдут все остальные русские говорю безотническая распада это могут быть евреи это могут быть армяне там татары грузины но те которые владели собственностью заводами фабриками землями недвижимостью да вот если будет принят закон по которому там с ограничениями с обременением если вы хотите получить дворец то вы должны получить обременение на это да то есть вы должны его привести в порядок вы должны пускать туда искать экскурсии и так далее и так но если вы согласны то пожалуйста приходите и бери и владеет вернут это бесплатно пожалуйста представьте заключение о которой я говорил и это проблемы стоящие от вами согласна вот о чем это тысяча случаев всего примерно прикинули шага тысячи дамы сихорский после революции изобретатель вертолета вынужден было уехать и в США изобрел фактически вертолет это мощнейший именно это не надо на самом деле сикорский эйркран до сих пор действует и там русские так выпустили около десяти тысяч первоклассных вертолетов у нас сейчас авиационной промышленности в каком состоянии полной вещей которые можно было быть собственниками сегодня возник чайковского который исполняется во всем мире нам на все это плевать это не наше на чье же это вот в этой и должен быть наследием кроме того еще такая деталь часто часто говорят вот в латвии там вернули дома жилые жилые здания да еще людей на улицу выкинуть здрасте 15 лет вообще вот ничего не зайдет это собственник ты получаешь документы и ты это здание поддерживая все кто здесь живет будет жить дальше по мере 15 лет они должны я не знаю лично квартиру вернули собственную квартиру квартиру вернули собственную квартиру дома на реституции не означает резать пожилого вот у нас нового года будет опять повышение на 30 процентов условиях кризиса когда люди остаются без работы когда у них нету денег же новочеркасска по свободе готовит новый новочеркасс или новороссийский корабль дальний восток уже то есть безумно это власть что вы делаете если если людей нет денег как же вы повышаете цену причем вообще же какая-то все давайте послушаем вопросы потом представьте пожалуйста идеологии как отдельное научное направление потому что такая мысль была сейчас идет у маляра потом я это называл так предложил назвать идеологика вот как вы считаете потому что это достаточно важный такой очень представьте пожалуйста что касается идеологии вот тоже этот термин надо объяснять он тоже у нас запутан когда пришел девяносто первый год рухнул советский союз то понятие я могу по себе говорить знаю по многим другим своим знакомым друзьям и так же понятие ком идеологии просто вызывало аллергии но невозможно ком идеологии замучат и в конституции у нас написано что идеология запрещена вообще это нелепость нет стран без страны это есть идеология но есть тоталитарная идеология которая была в ссср а есть просто идеологич нужно во первых различать и запрещит запретный вот у нас и теперь нет никакой идеологии хотя ты еще нет никаких правил что такое ком идеологии вот если идея 15 это правило с которой всего роста это идентичность это то что выросла а ком идеология это тот фильтр через которые нам разрешали видеть мир и видите вот нужно было вот только таким только самый передовой только пока там только загнивает а если иначе вот тебе сибири превращайся того чтобы что такое кома диалоги очень коротко хотя понятие на самом деле более широкая но я могу еще такую вещь сказать что в германии был такой философ сейчас я вспомню фамилию который является крупнейшим специалистом по идеологии нет нет у нее книжка по идеологии и когда только начал заниматься этим проблем не горит а ты вот почитай сейчас почитай его книжку да вот некого господина я прочитал эту книжку в 500 страниц не сделал ни одной себе выписки потому что то что там понимается под идеологии на западе и то что у нас понимается под ком идеологии совершенно разные вещи просто в разных мирах поэтому вот в том западном смысле можно говорить конечно по диалоге можно говорить о нашей русской российской идеи но это близкие понятия идеал идеологию можно трактовать как систему ценностей как универсальную общенациональную систему правил системы ценностей систем приоритета в этом смысле конечно она изучает аксиологии можно такое назвать вот она конечно изучаем а она конечно анализируема но у нас же наука очень своеобразная вот прошлый рассказ у меня был на докладка который пока что у нас нет социальной науки вчера на думских чтениях по российской идентичности там часто звучал такой мотив который один сформулировал четко основные остальные косвенно вот речь шла о том что россии были кризисы в россии были проблемы в россии был да и сейчас проблем россия так устроена что она сама все решит вот это полная такая знаете извините импотенция зачем ничего сама не решается все социальные проблемы решается людьми людям либо люди не делают либо люди делают и вот наша наука такая советская традиционная абсолютно сколастично абсолютно ни о чем она сама в себе если он еще что-то там и анализирует то есть очень грустно древняя русская идея на широкая вина алексей толстой какие вопросы до вас все-таки дойдет очень приставьте пожалуйста анна петровна худыма она очень сотрудник центр философии мне знаете мне очень понравилось что вы затронули проблему севера в качестве я понимаю потому что вы специалист в данном России ну нет и я бы хотела спросить у вас безусловно все что вы говорите это падает на душу русского человека россиянина и гражданство и национальные идеи я думаю конечно спорить сколько можно навязывать в денную точку зрения со всеми двух лет если студенты и коммунистов послушают и вас как демократы и в конце концов человек должен сам ориентироваться в многообразии подходов и это даже очень здорово вот я по поводу духовности все-таки вы граничиваете то есть это термин или как бы понятие с православным не будем говорить слово константин национальной страны и так далее в частности сейчас кризис коренных народов севера вы были на Домском заседании наверное я до этого была в Совете Федерации и смотрела как бьются коренные народы севера за свою культуру за идентичность которая не так просто аморфно так скажем в общем-то не в социокультурном порядке а вообще как им доказать что земли на которых они развиваются по сути корень они хотят сохранить свой образ жизни и так далее как это измерить я знаю что я по образованию сама математика знаю что метрики для того чтобы измерить культурное развитие вообще говоря пока что не существует и есть конечно предпосылки канады там по крови там и так далее но разные вещи это вопрос очень сложный так вот у меня к вам вопрос скажите пожалуйста как вы вот видите мы воссоздаем свои храмы а у коренных народов севера там святилища места там и так далее они все разрушены разрушены русские которые советские советские русские этого не трогали ну то есть российская империя этого не трогали ну 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 насаждали православие в чистом виде нет 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 вы знаете вы правильно говорите можно знать немножко про это да это очень такие вопросы я не о том я не о том я не смогу ответить да я хотела бы как вы считаете как ваши национальные идеи отражаются на коренные народы севера юг России я не беру потому что там другая специфика а вот именно коренные народы севера которые которые были россиянами российской империи ну 16 век ну 16 век там ну тузенцами инородцами я не об этом говорю как коренным народам которые хотят развиваться в условиях своей культуры по существу по существу Америка развивается по культуре Америки на основании права так грубо я говорю с национальными идеями государство как российское развивается по культурным традициям сейчас идет смешение и традиции и правовые вопросы у коренных народов ничего сейчас нет ни прав которые не могли бы хотя в конституции заявлено что вот они обладают правом каким-то но нет механизмов традиции разрушены всех шаманов уничтожили святые вы знаете шаманизм нет я не в плохом смысле говорю вы знаете там шаман это ну так скажем это не так просто это не так просто и научить шаманению это вообще не то так сказать и не идет речь о восстановлении сосудов и не идет речь да так вот вопрос нет я бы хотел ваше мнение вы в курсе событий что наше правительство эти вопросы рассматривают каково впечатление у вас какова тенденция развития этих народов настоящий объем спасибо вы знаете вот когда россия расширяла старость до советская и когда присоединились новые территории то это просто это делалось очень умело и очень талантливо и правила которые существовали у коренных народов никогда не нарушались не мешали они жили по-своему вот если центральную азию присоединили в 19 веке нам только отменили рабство и рабовладение все остальное и все традиции сохраняют поэтому и опыт той россии показывает что можно взаимодействовать не только разным этносом но и разным религиям разным верованиям только нельзя ничего насильственно навязывать и поэтому когда у нас говорили об основах православной культуры что очень важно но я так с трудом представляю как вот в чуме где я был вот там будут сидеть эти северные дети и изучать основу православной культуры которая в другой культуре воспитана поэтому вот одна сторона дело что здесь нет общего эталона общего шаблона хотя вот то что я говорил историзм это что противоречит интересам коренных народов обустройство переход от захвата экспансии к обустройству к качественному разу противоречит не противоречит а духовность противоречит их ценностям не противоречит а демократия то есть это ценности которые имеются общенациональными и последнее что я хочу сказать дело в том что у нас трудно ответить на ваш вопрос сразу коротко ясно и четко потому что у нас отсутствует язык и потому что я только могу обратить внимание на ту проблему которая существует вот в России изначально вообще кто такие русские русские это 14 разных племен гривляне северяне они жили на Руси и стали называть себя русскими по названию страны так было еще в десятом одиннадцатом веке и они стали себя потом они стали но важно то что и эта традиция сохраняется до сих пор что это русский прилагательное потому что русский который все же псковский новгородский и так далее вот и эта традиция сохранялась всегда но и хотя у нас слово нация оно появилось в конце девятнадцатого века и вообще в паспорте в русском не было деления на нации было деление на вероисповедания но нация это общая государство это то что формирует государство так всюду в мире нация это гражданское понятие в Америке живут американцы они не только разного цвета когда я впервые видел там детей отец черный а мать желтый я даже не знал что такое было не чудо бывают такие смеси бывают не только белый желтый белый черный черно-желтый и так далее и все они и все они американцы и все они американцы только в нашей стране только в советском союзе сталинское определение нации которое сделало страну многонациональной И мы нацию понимаем по крови. Смысл в этом я вижу двоякий. С одной стороны, СССР создавался как союз республик, чтобы новые и новые включать. А с другой стороны, для того, чтобы разделять и властвовать. Потому что не может быть многонациональных стран. Не бывает многонациональных стран. Это противоречие. Это почти как суверенная демократия. Они все суверенные, все демократии. Не бывает многонациональных государств. Государство однонациональное. И нас всех надо было бы называть русские-россиянин. Как хочешь, так себя называй. А нам говорят, что у нас многонациональная страна. Так вот, политническая, это другое. А нация одна. И когда у нас много наций, тогда каждый говорит, а мы чего? Мы можем отделиться. Это абсолютно ненормально. И применение к северным народам, не ко всем народам. И вот почему это сохраняется? Это очень добрый наций. Люди самого разного цвета, самых разных там форм, глаз, волос и так далее. Они все во Франции живут французы, в Америке живут американцы. На Кубе маленькой, я как-то там решил похвастать послу Кубу. Я говорю, как раз испанцы приняли решение о том, что все потомки испанцев получают пенсию. Я ему говорю, о, теперь Фидель Кастро получает от Испании пенсию. Он же испанец. На Кубе нет испанцев. Все граждане Кубы кубинцы. И неважно, вы от индейца происходите, или от негра, или от испанца. На Кубе все кубинцы. И нам нужно было бы к этому вернуться. Это восстановить. И тогда в этой системе это не значит исчезновение культур. Каждый этнос должен иметь право на свою культуру и возможность реализовывать свою культуру. Политические права у всех граждан России должны быть одинаковые. Сегодня Татарин в Татарии имеет такие права, которые он не имеет в других регионах. А русский в Татарии не имеет тех прав, которые имеет Татарин в Татарии. Это разрывает страну. Это ведет к сепаратизму. Я был там, и там они говорили, а мы... Вот у нас уже была договоренность, что мы выделим свою территорию, свою землю. Но эта земля не определена. А я им задаю вопрос, а зачем вам выделять свою землю? Вот представьте, что проведут нефтепровод. И представьте, что авария. И ваши земли залиты нефтью. А если это земли, где живут русские люди, это что, это не считается? Они что, не люди? Почему, зачем в одной стране выделять национальные территории? Права нужно культурные гарантировать, а не земли выделять. Иначе мы разорвем страну. И вот эта многонациональность, что разорвало Грузию? Вот они и шли этим же путем. Вот украинцы, молодцы, у них в Конституции записано народ Украины. Кто такой украинец? Это весь народ Украины. Крымские татары, русские, это все народ Украины. А в Грузии Абхазия, Аджария, Южная Осетия, собственно Грузия. Ну вот они потеряли уже Южную Осетию, Абхазию. Нельзя нам говорить о многонациональном. Полиэтничность, хорошо. Нация одна. Это будет важным шагом к решению проблемы. Отчасти это ответ на наш вопрос. Я не получила ответ на этот вопрос, потому что коренные народы Севера выделены в особую группу граждан в глобализационном мире. И поэтому ваше частное мнение, как гражданин России, конечно, близко. Но я еще раз говорю, что это не тот ответ, который... Они выделены в особую группу не с точки зрения политических прав, а с точки зрения своей идентичности, с точки зрения особости условий, которые... Я вхожу в эту комиссию по делам народу. С точки зрения специфики ситуации, в которой они находятся. Так и иначе. Это не мешает их считать россиянами. Со всеми теми правами, которые есть у нас в Москве, если вы больше экономические права, чем у нас. Мне кажется, вот... Вы же поднимите американский опыт. Ух есть резервация. Это там две идеи в Америке. А общая идея общеамериканская, как таковая, еще у прежних коренных жителей есть. На резервации нет. И чем они отличаются? Это евреев, раньше, может, это деревья. Он считал человеком того, кто умеет добывать обоим-тренинг, умеет там стрелять из луков, умеет снимать скальп, и ездить по железной дороге и так далее. Вот понимаете, вот такая вот разница. То же самое наблюдается в отношении севера. Есть такие понятия. Вот это коренные жители, действительно коренные жители. Но, тем не менее, это одна страна. Но система резервной отцов живет. Нет, ну здесь речь идет о политической праве. Я хочу сказать, что в речь идет о политической праве. Это не по тому человеку, не по тому человеку, не по тому человеку. А что вы говорите? Я не говорю о частных вещах, а в риге нет. Это не по тому человеку. Мы не коренные, а мы что, с луны сварились? А кто здесь не коренной вообще? В своей стране. В Америке все вы не коренные, а в России все вы проживали. А татары не коренные, а в России все вы проживали. Поэтому, не входя ни в какие комиссии, хочу вам сказать, что много раз общался с коренным населением. Правда, это было еще, так сказать, в период советской власти. Но, я думаю, что их политические требования не сильно изменились. И если не говорить высоким международным языком, а говорить нормальным человеческим, то коряки мне говорили в лицо. Мы не хотим платить никаких налогов. И хотим ловить столько рыбы, сколько нам нужно для того, чтобы кормить собак. Вот это основное политическое и экономическое требование. Насчет налогов, это уже понятно, что в советское время на этом, собственно, все и строилось. Понятное дело, что республики союзные расходились по этому принципу. Но сейчас это просто все уже ушло. 15 лет назад, 20 лет назад, было бы в год. Создавайте республики, потому что это ведет к республике. Есть еще вопросы? Конечно. Нам надо держать, есть угроза отхода от главных тем. Ну, так вот, права. Нет, нет, у нас правомерно. Нет, на самом деле... Он задает вопросы. Нет, на самом деле, господа Кудыева подняла важные вопросы, которые имеют отношение к... Кудыева. Нет, на самом деле. Нет, на самом деле. Нет.